Всем привет, с вами Ёжик и в сегодняшнем видосе быстренько посмотрим на то, что ей предлагает нам выбить за жетончики. Icon Swaps, наконец-то, дождались, но сейчас, пока мы все это выбьем, уже январь будет. И вопрос, а что же все-таки взять себе, чтобы остаться довольным? У меня есть кое-какие мысли, сейчас с вами поделюсь. В английской премьер-лиге Челси старается не отставать от Манчестер-Сити, и для этого им нужно дома обыгрывать Эвертон. Уаник ждут ваших прогнозов на этот или другие матчи, так что переходите к ним по ссылочке в закрепленном комментарии и успехов. И не забывайте за мой специальный промокод Ёжик, он перенесет офигенный бонус на старте для новых пользователей. Конечно же, каждому из вас, кто посмотрит этот видосик, нужно отталкиваться от того, что происходит в вашем клубе, насколько нужна та или другая легенда, или просто покрутить рулетки, и все. Всего у нас должно быть 18 жетонов, помните, да? В моем случае, скорее всего, я буду выбивать жетоны на Player's Peak. Baby, Mid или Prime, 17 жетонов. Но на самом деле не до конца уверен в таком варианте, потому что неплохо было бы взять себе паки за 2 жетона, 3 и 5, все эти 25 карточек, 81, 82 и 83+, потому что, как мы знаем, в этих паках неплохо так подкручено, а под период команды года можно пооткрывать и понадеяться на что-то. Но и вместе с этими паками взять себе еще пак с Baby легендой или средней легендой. Такой вариант, мне кажется, даже будет оптимальным и, возможно, любимым для всех вас, и кто знает, может быть, и меня. Если же все-таки посмотреть на те легенды, которые предлагают, то, подсказывая вам, на чем бы я сноровился, будь у меня состав поскромнее и не хотел бы я вот крутить рулетку, чтобы остаться ни с чем, а выбрать хоть что-то, то Кассильеса нет, потому что вратарь это такой, и Кассильес это точно не тот кипер, с которым я бы хотел остаться. Фердинанд скорее нет, чем да. Хотели Фердинанда, надо было собирать себе пике. Я собрал, поиграл. Посмотрите на статы. Пике лучше, чем Фердинанд. Вы помните, пике достаточно-таки интересный, но скорости не хватает. Хотелось бы иногда побежать быстрее. Все же, если кому-то бюджетный составчик пригодился бы, то можете на ЦЗ себе его взять, но я бы не брал и не рекомендовал. Овермарс даже смотреть не хочу. Такой вингер за 9 жетонов нафиг надо. Десаи, ну, разве что менять его с каким-то ЦЗшником, который может играть в опорке, потому что такой опорник, как Десаи, ну, по статам он на самом деле грустный, потому что удар-пас, ну, слишком односторонний игрок. Бейби Дель Пьеро. Наконец-то та легенда, которую можно, в принципе, порекомендовать. 12 жетонов, и тут вы, наверное, почувствуете, что вот не зря сидели и пыхтели, потому что, если дать ему Охотника, то по скорости уже побежит. С ударами и выбором позиций там все будет четенько, красиво. 5 звезд на нерабочей ноге, это круто. 4 на финтах тоже достаточно-таки приятно. В целом, жаль лишь только, что трейдов нет каких-то еще веселых, типа финесс-шот. Но карточка должна быть прикольной. Я играл с ним в предыдущих версиях FIFA, он мне всегда нравился. На своей монетке он отрабатывал, и я был доволен. Мне кажется, под этот геймплей он зайдет и будет радовать. Крайней мере, вот если бы я был на чьем-то месте, и мне бы вот хотелось вложить жетоны куда-то вот с умом, и быть уверенным в том, что я держу свою синицу, то это Александро Дель Пьеро. Замброты за 14 жетонов даже в прайме, это жестко. Я не знаю, есть ли смысл, потому что это фланговый защитник. Использовать его на позиции центрального защитника FIFA 22, ну такого практически никто не делает. Можете попробовать, что с этого получится, но вряд ли что-то хорошее. А на фланг его ставить? Ну можете закрыть для себя, конечно, позицию, типа, о, у меня есть фланговый защитник до конца игры, ваше право. Но правый защитник это точно та позиция, которую вы бы хотели, после того, как напыхтелись Squad Battles и так далее. Мне кажется, что любой минди или рарный хакими условный, могут спокойно себе бегать и проблем не знать. Понятное дело, что с такими статами и дефом 88, это будет, вау, игрок, который отрывает ноги, но опять-таки фланговый защитник. И даже в опорную зону, если его поставить. Ну тут уже, если вы по лингам себе что-то там надумали, и только тогда, может быть, он принесет нам какую-то пользу, теоретически, как опорник, но тоже вряд ли. Ну фигня карта, мне кажется, за 14 жетонов. Я бы не взялся. Ну и самое дорогостоящее по жетонам и по трансферному рынку, прямо сейчас, если сравнивать все эти иконы, Wayne Rooney, Middle-версия. Достаточно-таки жесткий по статам, вопросов здесь нет. Разрыв карта может быть, но звездочки. Все-таки для игрока нападающего это должно быть 4-5. Хочется очень сильно атак, финты на тройке. Но это разве что для кого-то из вас, кто играет практически вообще без финтов. Rooney и Del Piero это те игроки, на которых я бы смотрел среди легенд, если кого-то из них брать и не рисковать идти в рулетки. Но если в рулетке, вы уже, в принципе, можете сами для себя подобрать оптимальный вариант. Для меня это либо первые 3 пака 25 игроков с рейтингами разными, и mid-baby, но или же все-таки player pick. Хотя мне кажется, что вариант с кучкой паков интереснее. Но как же хочется сюда залезть и рискнуть с выборами игроков. Не знаю, что получится по итогу. С вами был Ёжик. На сегодня все. Надеюсь, видосик оказался для кого-то полезным из вас. Если так, то можете поддержать лайками. Пишите в комментариях свой выбор, что выбираете. Интересно будет почитать. Может быть, вместе так вот комьюнити лайками будем поддерживать друг друга там в комментах и узнаем, какой вариант самый оптимальный. Короче, пошли долбить Squad Battles. Надо зарабатывать жетоны. Пока!